Вроде всё. Нашими главными героями ваших фильмов становились исторические личности, масштабные. Но можно ли говорить, что в случае с Чёрным морем вы пришли к тому жанру экшена, к большому полотну, о котором мечтают многие режиссёры? Этот фильм – это нечто другое, это не то, на чем я раньше работал, в отличие от моих предыдущих работах. Потому что, я думаю, это более, естественно, мейнстримный фильм, это более, естественно, мейнстримный фильм. Конечно, очевидно, что это более поп-корновым фильмом, то есть это более фильм развлечения, чем мои предыдущие работы. Но, я надеюсь, что мои коллеги-актёры смогут подтвердить, что, несмотря на мейнстримность этого проекта, у нас не было больших бюджетов, и им пришлось помёрзнуть, и наша съёмка не была гламурной и мейнстримовой в этом смысле. То есть, это экшен актёрских характеров. Хотя многие выходили подрисованы, которые слёзы. Поэтому, сами традиционно, представляемся? Ну, это очень хорошо. Это, я думаю, если люди плачут, это свидетельство актёров в фильме, я думаю. Если люди плакали после просмотра, то это, скорее, дослуга актёров в фильме. Спасибо, что приехали в Москву, рады вас сегодня здесь. И состав... Вы заметили, что разные национальности актёров были разные стыли, разные подходы? Мне просто очень интересно, вы сами заметили этот разный подход к своему ремеслу и других ваших коллег по площадке? Я могу? Ну, конечно, заметили. Ещё как заметили. Мы же, с одной стороны, как рыбак рыбака, сразу видно, кто что стоит, когда в кадре находишься рядом. А с другой стороны, видна разница. Видна разница в подходах, разница в школах. Она видна сразу, и не зря тот же Джудлоу как-то на вечеринке с удивлением обнаружил, что, оказывается, русские актёры тоже думают о том, как делать свою роль, как устраиваться на съёмочной площадке. И он никогда не думал о том, что в России так подробно работают актёры над ролью. А вообще, меня, например, поразило то, что мы довольно быстро нашли общий язык, и даже шутки-анекдоты в перерывах между съёмками воспринимались легко. В общем, было весело, было очень приятно, очень интересно было. С точки зрения технологий, конечно, многое поразило в процессе съёмок, с точки зрения организации съёмочного процесса. Ну а что касается профессионализма актёров, собственно, в кадре, то, не знаю, по-моему, ни у нас, ни у них не вызывал сомнений выбор режиссёра. Слушай, ну всё. Сужаем кольцу, давай ещё. Когда мой отец подводник, и прежде чем приехать на площадку, я был в Севастополе, и, значит, был на подводной лодке, смотрел, как всё устроено. Я приехал к Кевину, и у нас была неделя, мы обсуждали сценарий. Было такое интересное обсуждение со всеми артистами, с режиссёром, вопросы задавали, и у меня на каждой странице был вопрос, а как вот это? И вот я как раз там думал, что меня кто-то точно убьёт, или я до читки, или до съёмок точно не доживу этого фильма. Интересная вещь, для меня это была читка. Если у нас привычно, когда мы читаем или пьесу, или сценарий, то режиссёр не просит ничего играть. Есть такое нейтральное прочтение, спокойное. Если вы видели фильм, у меня там довольно много текста на английском. И я к читке как-то не очень готовился. Да, Кевин извини. Я думал, что это такая формальная вещь, но когда артисты, сидя на попе, читая сценарий, начали играть, сценарий зажил. И можно было понять, каким будет кино. Ну, в общем, вот. Это про подход, про отношения. Это такое интересное наблюдение было. А вообще было клаустрофобно, действительно, негламурно и холодно. Особенно сцены на подводной лодке, которые снимались. Ну, было по-честному. В общем, было похоже на экспедицию. А действительно старая какая-то советская подводная лодка? Да. Да. В частности сцены на подводной лодке. Это, конечно, звучит просто сумасшедшим, но мы действительно нашли частное лицо, который просто энтузиаст, любитель суммашского флота и техники, который купил эту подводную лодку когда-то. И мы договорились с ним, чтобы провести часть лодки на этой подводной лодке. Это подводная лодка находится в нескольких километрах от Лондона. Она просто стоит на маленькой лодке, то есть она не используется. И действительно, около две недели снимочного процесса снимает. В общем, мне кажется, «Кэвин» и «Кэвин»... И последний фильм был, мы создали сцены в студии, в Паймут студии. И я думаю, «Кэвин» felt it was best to film in the real submarine first, чтобы все и все, кто-то и все актеры, почувствовали сцены холостопхознания и трудными условиями, и затем двигались и привели это впечатление в студии. В общем, это не большой, между русскими актерами и английскими актерами. Я думаю, что русские актеры были очень внимательны, потому что это очень заборно, когда ты не говоришь английский, и все вокруг тебя говорит другую языку, и ты не понимаешь. И поэтому они были очень внимательны, но они никогда не потеряли их внимательность. Это было тяжело, на его взгляд, потому что нужно уймотерпение, чтобы ждать, пока кто-то переведет. Когда не понимаешь английский язык, это очень тяжело, потому что все вокруг летают, орут, суетятся, и говорят на английском языке, и это нестерпимо ждать так долго. What was interesting to me was that there's definitely a way that the Russian actors, as I could see, brought the kind of Stanislavski training that they've had, and the interest in psychology and character to bear on even very small moments in the film. У меня было такое прекрасное фильм, такое созвездие прекрасных актеров. Поднись щелчки, буду говорить, как правилось. Я представляю сейчас команду пресс-болгеров. Буквально недавно я вас спрашивала, присутствует ли вы где-то в соцсетях. Но вопрос, конечно, не случайный, поскольку я представляю именно команду блогеров из соцсетей. Но у меня вопрос такой, к Сергею Петербурге. Ближе микрофон. Не слышно? У меня вопрос такой. Я знаю, что Сергей Паскипалис, он тоже режиссер. Скажите, пожалуйста, насколько вам помогало в работе ваше умение, знания? И как вы, может быть, реализовывали, помогали, может быть, режиссеру в работе? И насколько ваш режиссер внутренний помогал вам в вашей работе как актер? Ну, режиссер скорее не помеха для общего дела, но наоборот, наверное, помощь какая-то, потому что действительно задаешь иногда ненужных вопросов своему коллеге. А следующее в криваторе его соображений, мыслей, идеи, чувств. Вот в данном случае, кем я сказал, там, нашутил по поводу того, что, значит, мы тут бегали за ним. Действительно бегали, потому что руководствовались только одним, не подвести общий результат, не подвести общее дело. Потому что все-таки представление англичан о русских моряках, оно одно, у нас представление об английских моряках тоже другое. Они достаточно такие, ну, существуют на неких штампах, может быть, где-то отчасти. Вот попытка эти штампы как-то, так сказать, развеять, вот, наверное, в этом состояла суть наших вопросов, потому что хотелось сделать их живыми людьми, в первую очередь, кеми. И я был поражен, я бы, на самом деле, конечно, нас поубивал бы уже. Да, просто убивал бы. Но его терпение, его умение выслушать, может быть, что-то не понадобно, но выслушать, что-то принять, действительно, и было много случаев, когда, не много, но какие-то случаи были, когда Кевин, я видел, по крайней мере, может быть, он обманывал так талантливо, чтобы, так сказать, дальше не продолжать дебатов никаких. Но он все выслушал внимательно, так терпеливо сидел на своем высоком стульчике, да, и потом что-то предпринимал, как-то, так эту пену гасил, и в результате мы добивались того, что нужно, естественно, ему. В первую очередь. В первую очередь. Я думаю, что... Я прийду comigo. В первую очередь, я должен береть детей с этим, если Я хотела также добавить... Конечно, я хотела уйти от клише, и из-за этого... И когда я в подготовке над фильмом встретился с Хабенским здесь в России, он сказал, ой, вы знаете, я не очень люблю работать над большим количеством англоговорящих фильмов, по большой степени, потому что обычно русские всегда что-нибудь взрывают, они либо чей-то враг, и я не хочу. Но потом он с радостью для себя отметил и узнал, что в этом фильме это все-таки не такой случай, и поэтому ему было интересно работать над данным проектом. Вы про этот фильм говорите? У нас не было женщин. Флэшбэйки, может? Так, хорошо, тогда мы продолжаем. Они говорят, что ее не было в этом фильме. Может быть, он извиняется, говорит, что, может быть, это была очень маленькая роль и маленький эпизод. Но, может быть, вы можете напомнить? There is only really one girl in the whole movie, and she's English. Там была всего одна женская роль, и она аноничанка. Мы женщины незримо всегда присутствуют. Мы сейчас снимем мужчину, поэтому все это продолжаем. Попросы женщин. Надежда Павкалова стартинга клуб. What scene was most challenging to shoot? The question is for everyone. Какую сцену была самая сложная для съемки? For me, it was the filming the underwater sequence, which these actors were not in, but it was very difficult filming underwater for two weeks, particularly with the actor called Ben Mendelsohn, the Australian, because he likes to smoke, and you can't smoke underwater. Лично для меня самым сложным были съемки двухнедельной продолжительности под водой. К сожалению, этих актеров, которых видите здесь, они не участвовали в этих съемках, но особенно сложно было работать с актером Ben Mendelsohn, который очень любит курить. И поэтому, как вы понимаете, две недели снимать под водой – это очень тяжело, когда человек постоянно хочет курить. А я его понимаю, потому что я тоже люблю курить. А вопрос был для актеров тоже. Ответьте, пожалуйста. Вопрос для всех. Пожалуйста. Для меня это две сцены. Это последняя сцена фильма. Она давалась интересной, мы ее снимали долго. И еще одна сцена. Когда вылетали английские слова технологические, технические. И помнишь, да? Но, к счастью, к Рарусе мы вырезали вот вторую сцену, которую он говорит. Не потому что, не из-за вашего английского. Просто потому что нужно было сократить хронометраж фильма и быстрее развить историю. Спасибо, Кирилл. Сергей? Ну, знаете, я на такие вопросы не знаю ответов, честно вам скажу. Я не могу делить. Эта сцена была трудная. Вот он ночью проснулся, и вот эта сцена была стройная. Вот эта легкая, вот эта трудная. Я не могу так делить. Это было интересно все. Опять же, я всегда, когда принимаю участие в фильмах, я как бы за общее дело больше оберю. И тут уже не до того, тяжело мне или нет. Главное, чтобы это было в дело, главное, чтобы это помогало, главное, чтобы это было полезно. Не могу так сказать. Но это тоже ответ. Мне было очень радостно Сергею Виталу снова оказаться в одной лодке. И мне тоже. В одной пространстве. Что касается меня, то для меня была одна радость. Я согласен с Сергеем. Одна радость каждый день, не смотря какие-то сложности. Я проснулки хотела услышать. Узнавание друг друга, понимание того, что все мы, в общем, хорошие такие, приличные ребята. И в такой компании находиться. Поверьте, это перевешивает все, что можно. Вот прекрасно. У меня было замечательное настроение весь съемочный период. И я вспоминаю с огромной любовью и благодарностью. Сергей. Что-то у меня. Мне было немножко сложно смирять себя в процессе съемок. Почему? Потому что, на самом деле, допустим, от моего персонажа, создателя фильма, требовалось значительно меньше, чем я бы хотел туда вложить. Поэтому вот это была такая немножко проблема. Все время надо было себя немножко смирять. А так все было замечательно. Ну, это интересно, потому что, я думаю, Сергей имеет меньше лица в фильме, может быть, чем другие. Но его присутствие очень-очень большая. Есть много сцен, где он просто слушает. Это очень сложно. Но при этом, ваше присутствие в фильме, он отмечает, потому что даже где вы ничего не говорите, вы просто сидите в наушниках. Ну, я бы сказал, что вы относитесь к себе. Ну, я бы сказал, что вы относитесь к хату. К хату, ваше дело, Сергей хотел бы носить хату. Это было его мнение, поэтому вы можете это с ним помочь. Вы говорите о шапке со звездой, но вообще Сергей сам хотел носить шапку. Поэтому вы разбирайтесь, пожалуйста, с ним, потому что это было его личное желание. Как же самое с татуировками. Прекрасно. Я думаю, в этих татуировках, если в них разбираться внимательно, жизнь этого человека, почему он оказался на берегу. So, you don't need to blame the foreigner for the Russian clichés. You can blame the Russians. У нас уже какой-то клишёй. Поэтому, пожалуйста, не вините иностранцев в фельше русских. Извините сами с ручьёй. Я скажу, это тот редкий случай, когда позволю себе высказаться. Значит, по поводу шапочки. Прекрасно понимая, что рискуя оказаться в рядах создателей развесистой клюквы, хочу вам сказать такую вещь, что это тоже была работа над образом. Эту шапочку, между прочим, долго искали в славном городе Санкт-Петербурге представители военно-морского флота, которые отнеслись с большим уважением к моему выбору. Ушаночки, которые сложным образом через Мальту передавали уже в процессе съёмок и так далее. И если вы обратили внимание, да, там ушки прикрывает всё время персонаж, потому что он работает ушами. Поэтому ушаночка у него не просто так, чтобы показать, что он российский моряк, а это рабочий инструмент. Вот. И шапочка эта перед тем, как одеться на голову. Она была отфактурена, она побывала на глубине, со мной с ней работали, в общем. Поэтому, не знаю, как вам, ну, может быть, так показалось. Значит, был неубедительный, значит, в следующий раз буду стараться. Но шапочка, на самом деле, неотъемлемая часть этого персонажа. Она ему и лысинку греет, она у него и подушечка, она ему и ушки бережёт, для того, чтобы он хорошо слышал там всё под водой. Вот. Ну, что делать? Ну, так и получилось, совершенно шапочка. А по поводу наколок на спине у товарища, у моего персонажа, так я вам скажу так. Он служил в военно-морском флоте, и, наверное, лучше многих интеллектуалов, присутствующих здесь, разбираются в том, какие наколки у кого в советском военно-морском флоте были. Поэтому отнеситесь, пожалуйста, не надо на наших персонажей одевать своё вот такое вот псевдо-интеллектуальное представление о военно-морском флоте. Давайте будем реалистами и просто поверьте, что и шапочка-ушаночка полезная очень вещь на флоте, и наколочки там тоже бывают всякие, и не только такие, как там, а ещё похлеще. Так что давайте воспринимать людей такими, какие они есть, а не такими, какими мы их хотели бы видеть. Я считаю, что клише существует, потому что они правдивы. Просто потому что это клише, что люди в России wear определенный тип хат, это не значит, что это не правда, что люди не wear этот тип хат. Это не значит, что в России русские действительно не носят шапки, и это просто клише. Значит, кто-то же их всё-таки носит. Just because you talk about fish and chips in a film about England, it doesn't mean people don't actually eat a lot of fish and chips. Если вы говорите про fish and chips, про рыбу и картошку фри, когда вы снимаете кино про англичан, это не значит, что, конечно же, все англичане это едят, но и также нельзя отрицать, что англичане действительно это едят. And I think that it's very unfair to say that the characters are trivialized. I think they all live as individual characters, and that's what these actors have achieved. In very sometimes small parts with not lots of lines, they've managed to create a character who is alive. And I know that people... in Russia have had to put up with a lot of very bad Russian stereotypes in Hollywood films over the years, but we very much didn't want to do that. And I think if you are seeing that in here, maybe you're just being oversensitive because of the number of stereotypes you've had to see in the past. I, конечно же, понимаю, что русским людям пришлось посмотреть уже очень много американских фильмов, попкорновых, мейнстримовых, где мы видели очень клишеевых русских. И если вы в моей работе здесь видите то же самое, мне жаль, потому что я, правда, не добивался этого в работе над этим фильмом. Я считаю, что это все-таки не этот случай. И наши русские не настолько тривиальны. И, может быть, вы просто очень встали от этих клишеев, которые постоянно встречаются в американском кино, что вы видите здесь.